Для кого эта игра? Задрачи дарксолсеров или дадут всем порадоваться? Когда-то биты мапы были популярным жанром, даже третье измерение они потом успешно освоили, ну, на PS1, 2 и так далее. Потом все как-то резко схлопнулось, мода на ретро, правда, вернула 2D-шные, но трехмерные что-то совсем нас покинули. Сифу ударом пяткой в нос врывается в нашу жизнь, ну, то есть пока в маю я поиграл часок-другой в превью-версию и получил ровно то, что видел. Зрелищный мордобой в стиле восточных единоборств. И, как вы можете понять, здесь это самое важное. Есть, правда, особенности, которые освежают очевидный геймплей. Сифу — это сюжетная игра, и в ней есть какой-то сюжет. Родители ученика школы кунг-фу убили, он пошел мстить. Разработчики пока на самом деле не особо распространяются, что там, да и как. В Демке есть только доска расследования, в ней можно найти какие-то намеки. Ну, правда, я не жду изысков в этом плане, у меня достаточно атмосферы. И, ну, такие истории никогда хорошо не заканчиваются. Ну, то есть такие истории служат определенной целью, и это самое важное, опять же. Так что в этот раз только боевая система и один даже не очень полный уровень. Клуб называется. Приходим и раздаем люлей. Делаем, правда, это очень грациозно и даже впечатляюще. Удары плавно перетекают друг в друга, соединяются с блоками и парированием. Виртуозно встраиваются между воротами и взаимодействием с окружением. И предметами, естественно. Можно хватать всякое, пинать всякое и так далее, и тому подобное. Я даже могу не продолжать дальше рассказывать вам про игру, потому что в реальном геймплее боевая система так же складно выглядит, как и в роликах. Это уже достижение, и ни одной другой такой игры нет. Так что повод добавить виш-лист, если вы такое любите. Ну, я все же объясню принципы работы, чтобы вы оценили глубину. От золотого стандарта далеко не уходили. Два удара, легкие и тяжелые. Из них формируются комбинации. Они описаны в меню. При том, что некоторые из них, редко, правда, учитывают движение стика. То есть не просто комбинация нажатия кнопок двух, но еще и куда пошел стик. Ну, там, вверх-вниз и кнопка, вверх-вниз и другая кнопка. Это два разных удара. То есть подсечка это с Y, то есть с треугольником, вверх-вниз. Но, как бы, пока не посмотришь туда, не узнаешь, что есть, оказывается, такой прием. Полезный, конечно же. Ну, то есть это ближе к файтингам, когда ты подсечку делаешь как раз этим, приседом и нижним ударом. Ка, там два таких приема, понимаешь? То есть вряд ли будет сильно больше, поэтому сложно пока сказать, насколько это файтинг. Все-таки далеко от него. Я хочу этот, эм, апперкот. То есть ты? Ну, да, здесь, кстати, апперкота, наверное, нет. Это все-таки не те единоборства совсем. У ворот и бег у нас на одной кнопке. Прыжка у нас нет. Вместо него контекстное перепрыгивание через невысокие преграды. Также можно швырять некоторые предметы, а некоторые обычно, очень даже очевидные, использовать как оружие. Бутылки с одного раза лопаются, а вот бита прослужит некоторое время. Бутылка-то разбила, она должна прям тыкать больнее, больнее. Нет, она просто разбивается, там ничего не остается. То есть она в раз так как пшшшш. Я помню, в этой, в 3D-шный Freedom Fighters или что-то такое, я не помню. Разбиваешь бутылку и тыкаешь ей. Ну, часто, да, бывает такая приколюха, но здесь нет. Здесь крови даже почти нет. То есть вопрос не в этом, потому что в китайских этих боевиках кровь это не самое важное. Расцветает ягода-малина, когда мы добавляем блок в сочетании со шкалой стойкости. Она есть и у нас, и у врагов, конечно же. Набьете ее до отказа, проводим добивание. Причем накопление происходит даже если удары блокируются. Все равно немножко шатает тебя от того, что по тебе бьют. Ровно то же действует и в нашу сторону. Так что в блоке особо не посидишь. Успеете перед самопопаданием нажать блок? Останавливаем серию атак врага и можем провести контратаку. Там специальные, собственно, приемы есть, которые работают только в контратаке после блок. Окно возможности маленькое. В сложных ситуациях поможет ульта. То есть если вас в угол куда-нибудь зажали и вообще это самая неудачная позиция, потому что вас еще и бьют об стенку, эти удары отдельно считаются и анимируются, естественно. Эта ульта, она, во-первых, накапливается, когда ты бьешь врагов, очевидно. Можно в глаза дать сильно или подсечку такую нифиговую сделать. Это прям ульта? Да. Ну как-то от ульты ты больше бьешь. Например, торнадо сделать. Ну, они все-таки, видимо, пытаются сосредоточиться на таком реалистичном битэмапе, так или иначе. На мой взгляд, это сильно очень напоминает секира, только с рукопашкой, а не с оружием и вот этими гаджетами. Когда нужно активно долбить блок, но все же чаще нападать, пока есть возможность. И делать так, чтобы она была у вас постоянно. И даже встать после смерти тоже можно. Правда, не один раз. Но есть подвох. Каждая смерть старит героя. Вот был глупый шкет, который только недавно в школе гопников кошмарил, а через пару сложных битв старый дед, как Саша. Конечно, надо равняться на великих, я понимаю это. Но через некоторое количество смертей падает здоровье. Зато, что появляется, как ты думаешь, мудрость лет. То есть, урон повышается. Поднимается даже. А еще только после смерти можно потратить заработанные очки на покупку новых умений. Так вот интересно забалансили, чтобы ты совсем имбой не был в начале. Когда у тебя и жизни дофига, и вот этих всех штук тебе наприлетало. Но зачастую всякие приемчики. И тут, опять же, есть подвох. Чем больше умираете, тем больше, судя по всему, отваливаются эти умения. Забывайте. По башке слишком больно давали, забыл. Да. Поскольку не было туториала, я пока не понял, как и по какому принципу они отваливаются. Поэтому, ну, вот это происходит и все. Прожить он может где-то до 70 с гаком лет. Пока совсем не умрет. К 70 я вижу, что списочек доступного у меня сократился очень сильно. А как на самом деле можно будет ли это вернуть и... По крайней мере неординарный. Да, это такой немножко рогаликовый подход. Но поскольку мы не знаем, как в целом будет игра работать, сложно понять, как это будет забалансено. То есть много ли этих жизней для одного прохождения всей игры или нет. Это хардкор, хардкорович или будут возможности что-то изменить. Вообще нам помогает то, что мы убийствами возвращаем в себя немножко жизнь. Но этого хватит или нет? Еще непонятно иногда, почему возраст прыгает на единичку, а иногда сразу на несколько лет. Раз пять прошел имеющийся уровень, я так и не понял. Зато я четко понимаю, насколько по-разному играется Сипу за счет окружения. Врагов можно отбрасывать, толкать друг в друга, они реагируют на все, что валяется вокруг, естественно. Если ты их толкнешь на лестницу, которая идет вниз, они упадут. Если бы там нормальная плоскость была, тогда бы он устоял. Можно даже толкать пуфики, они вместо подсечки роняют засранцев найти. А если вас вдруг окружили, дают срочно заныкаться. Если есть те самые невысокие объекты, нажимаешь кнопочку, отпрыгнул, да, вроде как не стена, и ты можешь как-то ее преодолеть. Отделил себя от врагов предметами окружения, опять же. Не совсем передышка, но поможет на секунду-другую, чтобы сориентироваться. Получается довольно много уровней взаимодействия для простого бролера. Показалось, правда, что сценарий у битв одинаковый, если специально не пытаться выпендриваться. Будто бы место действия — ваша съемочная площадка для кунг-фу фильма. Реквизиты и статисты расставлены, и уже вам нужно срежиссировать интересную драку. А можно просто всех убить самым простым и эффективным способом. Он окажется почему-то такой же, как и предыдущий, зачастую, ну не сильно отличающийся. Странное впечатление, я понимаю, но, возможно, это значит, что шаблонов у обычных болванчиков не так много. А хотелось бы. Я так предполагаю, это, наверное, такой хот-лайн Майами будет, когда у тебя вот этот проход основной, который ты вычисляешь как наиболее эффективный, вот это все пробегать и кого убрать, и выходишь. Почти, но продолжительность все-таки драк выше, и поэтому за это время может что-то произойти еще, и тебе нужно будет там влево-вправо прыгнуть. Но не настолько кардинально, чтобы прям оказаться в другом конце комнаты, а они там большие бывают. Да, только если ты захочешь или знаешь, что там есть бутылка или пуфик или оружие какое-то, ты когда входишь в это помещение, ты не понимаешь, а что и зачем тебе туда двигаться, в принципе. У тебя в тот угол совсем дальний, никто не загонит, не может ничего такого произойти, поэтому он может показаться немножко бестолковым. Но так или иначе, можете режиссировать. Ну это как бы кому-то важно, кому-то нет, потому что на самом деле пока проходишь один раз, ты не чувствуешь этого, однобразие не чувствуешь. Сифуэйт совершенно точно крутое дерьмо, про ураган из тысячи кулаков и прочую романтику восточных свалок. Даже как-то не очень важно, что там с сюжетом. Я весь ваш и всегда хотел такую игру, хоть и не знал этого. Эстетика приятна глазу, бои близки к великолепным, наверное даже разнообразие все-таки будет оно дальше, за счет того, что будут меняться локации, уровни и враги. Я думаю вопрос только в общем балансе, для кого эта игра? Задрачи дарксолсеров или дадут всем порадоваться? Уровни сложности будут? Тоже пока непонятно. Ко бы хотелось, в их же обзолвере же был, но это все-таки другая игра. Я бы сказал свежо и качественно, поэтому пропускать ни в коем случае нельзя. 8 февраля на PlayStation 4, 5 и пока. Субтитры подогнал «Симон»